Приветствую вас. Смотрите, какая получается история. Значит, если у вашей девушки есть вот такие проблемы, о которых вы пишете, то как минимум у нее есть диагноз у девушки. Если у нее есть диагноз, то это означает, что какая-то работа над ней уже была проведена. Вот, то есть вполне возможно, что это была работа медикаментозная, вполне возможно, что это была работа какая-то вот такая чисто, ну, чисто терапевтическая, вот, к примеру, но не психологическая. То есть именно психотерапии не было. Соответственно, ваша девушка, если она осознает для себя проблемы, которые у нее есть, вот, она найдается в терапии. То есть вы не можете ей помочь сами по себе, потому что вы не специалист. Вот, но вы можете довольно легко, в принципе, направить девушку на ту же, например, терапию, да, вы можете направить его, допустим, к психологу, вот, например, на наш сайт. Даже, чтобы мы, чтобы мы ей, допустим, помогли. Вот, благо сделать это не так сложно, если у нее есть желание, конечно, работать над собой. Как специалист, я рекомендую вам, ну, сделать именно это, в общем-то. То есть, по-другому помочь вы ей не сможете, никак, никак, при всем желании вы ей не поможете. Вот. Меня, если честно, насторожило достаточно сильно то, что вы написали о том, что она, вот, любит вас как девушку, но как личность она вас отторгает. Отторга, вот это очень, знаете, похоже на излишнюю психологизацию, я бы так сказал. Вот. То есть, у меня возникает вопрос, а вы уверены, что ваша девушка, да, она к вам, ну, как бы, действительно относится, ну, искренне? Вот. Потому что, так как вы описываете, да, очень, очень похоже, что ни о какой искренности там речь не идет. То есть, конечно, это может быть так, да, то, что вы описываете, это безусловно, может быть так. Но, мне кажется, что большая вероятность, да, большой риск того, что она закрывается от вас таким образом. Строт, да. Вот. Я, конечно, рад был бы ошибаться, вот, рад был бы быть не правым, если честно. Вот. Но мне почему-то ведется так. Поэтому, как бы, если у вас есть проблемы, если у вас есть, ну, проблемы с девушкой, да, то вам нужно ее направить к специалисту, к врачу, вот, чтобы он уже, а, ей, помог. Вот. Так это, мне, по крайней мере, видится. То есть, других вариантов, надо сказать, что нет. Вот. Ну и, конечно, желательно, чтобы вы пообщались с врачом, чтобы вы узнали, как обстоят дела, вот, чтобы он вам дал какие-то рекомендации. Ну, как правило, дают рекомендации, дают родным и близким больного. Вот. И, соответственно, мне видится история именно такой. Так. Мне видится, по крайней мере. Вот. Ну, а девочке своей вы можете сказать, что, к примеру, что вы ее любите очень, но ее поведение, да, ее состояние не позволяет вам находиться с ней. В полноценных отношениях, вот, и поэтому вы настоятельно просите ее, к примеру, обратиться к врачам для того, чтобы они ей помогли. Вот. В противном случае, если она, ну, не будет этого делать, да, то в противном случае вы ставите под сомнение возможностей в ваших отношениях, в принципе. Вот. Не потому, что вы ее не любите, а потому, что это вредит вам, к примеру. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете, ну, написать мне в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.